Мимо дорогого окна обрамлённого рамы из дуба пролетает такси. Воздушные трассы опасно близко находятся к балконам жилых муравейников. На такой высоте совершенно не видно дна города. Торопятся ли там, снизу, по разбитым дорогам раритетные и поношенные машины? Наверное, нет. Скорее всего, эти механические ветераны стоят в чьей-то личной коллекции. У богачей свои интересы, своя жизнь, свои фетиши. В настоящее время их не интересуют даже свои отпрыски, и они отдают их на попечение мам-роботам. Можно было бы сказать, что они чёрствые бездушные люди. На чему удивляться, если их самих опекала машина? Для них это в норме вещей. Силиконовую оболочку с микросхемами привозят в большой грузовой машине цвета грязной бирюзы. Состыковавшись с порогом дома, водитель выходит из грузовой фуры и сканирует у двери карту заказа. Дверь легко отъезжает в сторону, открывая проход работникам доставки магазина. Вход открыт, и коробку с железным воспитателем на магнитной подушке завозят в прихожую и доставляют до комнаты зарядки. Посвистывая себе в темп шагов, грузчик выгружает в станцию зарядки и подключает ее к сети. Затем вытаскивает товар из упаковки и ставит ее на стационарную стойку. Технический специалист, причмокивая, жует жвачку с ультрастойким вкусом. Достает пластины хранения данных из небольшого кейса и вставляет их в аппаратные порты роботу. Загрузив систему и назначив команды, работники уезжают, не дождавшись загрузки данных, оставляя после себя легкие следы присутствия и пережеванную жвачку у порога. И вакуум снова занял свое оставленное место. Когда солнце ушло за горизонт, его тусклый свет за окном заменили неоновые вывески заведений, зазывающие посетителей в свои владения. Рекламные 3D-баннеры пестрили яркими заголовками, а рядом с ним, не уставая, танцевали красивые механические девушки-роботы. От их платьев исходили разноцветные лучи, будто диско-шары из 80-х снова вернулись в моду и сопровождают танцующих ярким светом. Танцовщицы так искусно крутились у шестов, что сложно было сказать, живая ли перед вами девушка или механическая. Они танцуют так каждую ночь, не делая и секундного перерыва. И только в полумраке квартиры у трассы, в маленьком помещении зарядки, мигал блеклый огонек. Зарядив аккумулятор, полностью мигание потухло, и угольная тьма съела подсобное помещение. Спустя некоторое время дверь распахнулась, и вся квартира наполнилась светом и голосами. Будто ожила. Запахи уличных автомобилей перебивались духами от модного парфюмера. Женщина и мужчина холодно общались друг с другом. По ее стуку каблуков можно было понять, куда хозяйка прошла. Это была небольшая комната. Положив что-то на кровать, затем выйдя оттуда, за ее спиной дверь закрылась. Самостоятельно. А стук каблуков продолжал звенеть в апартаментах. Постепенно приближаясь к небольшому подсобному помещению, ей хотелось скорее избавиться от своей ноши, и она спешила осмотреть новое приобретение, не переставая пререкаться со своим супругом. «Итак, я ее включаю!» Нажав на кнопку заушной раковины, глаза и экраны загорелись красным светом. «Эй, посмотри на нее! Разве на обложке глаза были красными?» Но мужчина отмахнулся, со скрипом сел на огромный кожаный диван, положив ногу на ногу, и, включив интерактивное табло, что-то бурчал про себя. «Хм, наверное, так и должно быть!» Глаза стальной мамы, не отрываясь, смотрели на то, как женщина на основе углерода перелистывала инструкцию по работе с заменой своих материнских обязанностей. «Отсканируй меня!» Из красных глаз засветили тонкие нити лазера. Преобразовавшись в сетку, просветили элегантную женскую фигуру. Луч потух, так же, как и зажегся. После этого понадобилось некоторое время для обработки данных. Железная мать смотрела неподвижными зрачками на женщину, что хотела поскорее уйти из дома. Она то и дело смотрела то на циферблат золотых часов, то на глаза своего приобретения, которые перебивались помехами. Женщина посмотрела на часы и уперлась руками в бок. «Да сколько можно? Она что, зависла?» И легко постучала своей хрупкой ладонью по голове заменителя. Ее браслет от близкого соседства с часами приятно звякнул на руке. Процесс обработки остановился, глаза робота засияли ярче. Но они явно испытывали какие-то проблемы, ограничивая функциональную принадлежность робота. «Ну, похоже, все. В общем, твоя задача исполнять мои обязанности. Объект твоего назначения находится в комнате». Она посмотрела на мужчину. «Давай вставай, нас уже водитель заждался. Если я опоздаю на прием, меня уволят». Особь мужского пола нехотя встала с дивана и направилась в сторону двери. А женщина взяла леопардовую шубку из настоящего меха. Таких уже и не встретишь. Леопарды вымерли уже много лет назад. Люди вышли вместе из апартаментов, и полотно двери закрылось за ними самостоятельно, что выключило свет и запустило цикл уборки у робота-пылесоса. Маленький помощник резво наворачивал круги в гостиной. Казалось, что эта работа приносит ему радость, и он как ребенок резво наворачивал круги вокруг журнального столика. Но механические железяки не могут испытывать эмоций. И это кажущееся состояние рассыпалось в грусть и осознание реальности. Через коридор послышался детский плач, эхом пронесшийся по всем уголкам квартиры. Локаторы стальной матери уловили звонкие звуки, как оказалось из детской комнаты. Выпрямив позвоночные диски, она отправилась к месту тревоги. В полумраке радужки фонареглаз подсвечивали красным светом паркет из настоящего дерева, привезенным огромным трудом и в ограниченном количестве одной компании из малочисленных зеленых зон на экваторе земного шара. Неспешные шаги приближались жестяную мать к источнику шума, которая бесперебойно сообщала о своем беспокойстве. Шаги автоматического помощника казались бесхарактерными, однотонными, негромкими, потому что силиконовая кожа смягчала тяжелый стальной скелет. Ее младший собрат, небольшой круглый пылесос, перебирая своими малюсенькими щеточками, убирал перед собой следы присутствия еще молодой пары. Его путь проходил прямо через красноглазый механизм. Неспешно он приближался к ногам особенной модели. Шум моторчика щетинистого помощника прервал резкий хруст, эхом раздавшийся в просторной гостиной, издав последний звук заевшей пластинки. В квартире у трассы больше не работало сердце мотор маленького робота. Лишь красные фонари безэмоционально продолжали смотреть в точку своего направления. Ритм ее шагов ни на секунду не замедлился, будто и не заметив препятствия на своем пути. Тяжелые механические движения в искусственно сумеречной красоте выглядели ужасающе привлекательными. Своим шармом привлекались тени предметов вокруг. Шаги остановились, и белая на свету дверь в темноте залилась кроваво красным цветом. Дверь распахнулась после того, как искусственная мать нажала на датчик открывания двери. Нажала так, что экран с хрустом треснул, пройдя молнией и трещиной от края до края, открыв дверь для нового члена семьи. Неспешно шагая к звуку, который ее потревожил, она зашла в небольшую комнату, где свет не решался освещать маленькую мебель и игрушки. Лишь над кроваткой под пеленой занавески тихо покачивался мобиль с приятной детской музыкой и светлячком ночника. Тишину разрезал детский плач, больше похожий на мяуканье одинокого котенка. Он полностью пропитал стены и потолок, чувствовалась наполненность комнаты. Конечно, робот не мог почувствовать пространство этого живого помещения. Ее светящаяся радужка глаз перебивалась помехами, из-за этого все в комнате мигало, словно сломанный светофор на опасном повороте. Шаг за шагом, приближаясь к своей цели, цвет глаз сиял все ярче и ярче. Она приблизилась к кроватке у дальней стены комнаты. Через белый балдахин были видны крохотные маленькие ножки и ручки, такие хрупкие, что на любое неаккуратное движение откликнулся бы хруст, как в нестареющей рекламе чипсов. Мальчик или девочка перед ней машину эта мало волновала, от слова совсем. Хотя в программе, созданной для этой модели роботов, свойственна забота и внимание. Человек бы умилялся при виде крохотного малыша, но не это создание. Она отодвинула завеску рукой, и нежный свет ночника поглотил агрессивный винный цвет светодиодных радужек глаз. Ребенок продолжил плакать ручками, пытаясь найти что-то в воздухе, а над ним бездвижно стояла она, отбрасывая на стену силуэт, превышающий размер обладателя в несколько раз. Зрачки железной матери забегали, будто в системе начался поиск данных, которыми снабжали каждую модель этого типа. Младенец не переставал плакать ни на секунду. Любого человека это бы давно вывело из себя. А вот автоматическое создание это нисколько не беспокоило. По ее глазам стало заметно, что поиски закончились, и руки, некогда холодные как лед, стали теплыми. Жидкость по сети тончайших силиконовых трубок, имитирующих вены, разогрелась до состояния человеческого тела. Все выглядело так, будто робот собирается позаботиться о малыше в розовом от светодиодов глаз помощника Боди. Медленно наклонившись, она протянула только что разогретые руки в колыбель к ребенку. Детская мелодия играла фоном, сопровождая движения механических суставов. Пальцы, застывшие в одном положении, не прекращали разогрев. О них уже можно было бы получить ожог, даже на секунду соприкоснувшись с ними. Стоит ли рассказывать, что могло бы произойти с нежной кожей ребенка, лежавшего в колыбели? Младенец захлебывался в слезах, не понимая, что с ним может произойти. Он просто плакал под звук приятной мелодией. Руки приблизились на опасно близкое расстояние. Внезапно остановившись, глава робота начала подергиваться, а глаза перебивались мерцанием кровавого окраса. Колыбельная мелодия составила компанию в этом танце неказистых нарушений в работе железного помощника. Крик ребенку умолк. В проеме двери показались тени на фиолетовом неоновом полу. Женский голос сообщал о присутствии родителей в доме. Свет не включался, только вывески освещали апартаменты хозяев. На первый взгляд все выглядело спокойно. Мать тревожила только открытый проем комнаты, где в полумраке квартиры багряный свет мерцал на стенках детской спальни. Плача не было слышно. Супруги направились в комнату, вывески за панорамным окном освещали дорогу в это маленькое помещение, где звучала успокаивающая мелодия. Осторожно, шагая по паркету, ногами они наступали на разбросанные по всему полу частицы сломанного роботоуборщика. Люди дошли до рамы двери и взглянули на колыбель. Над ней возвышалась замершая фигура. Голова медленно сделала поворот на 180 градусов. Ярко блеснула красной радужкой глаз, осветив с ужасом смотрящих на нее родителей. В этот момент музыка затухла. На полу в гостиной красный свет отпечатывал движение робота-помощника. Руки, пышащие с жаром, схватили за шею и подняли в воздух хрупкий женский силуэт. Разнесся запах горелой кожи. Даже волосы, что случайно падали на пальцы стального монстра, подпаливались, скатываясь в комочки. И в этот момент апартаменты пронзил крик, который тут же поглотила темнота. Брызги чего-то летели в сторону, фонтаном окропляя стены и потолок, смешиваясь со сломанными деталями на полу. Мужчина был следующим. Он недолго боролся с ней. Она схватила его за руки и резко дернула. Они так легко отделились от туловища, как будто бумага разорвалась. Мужчина орал не своим голосом, но робот быстро избавился от постороннего шума ударом кулака по голове, превратив в кашу куски черепа и мозговой жидкости. Все замерло. Погас красный свет. Система начала перезагрузку. Наутро дверь в апартаменты открылась. Это были вчерашние доставщики товара. В их руках крепко держалась карта конфискации. Картина, вставшая перед ними, не была бы воплощена в жизнь даже самым больным художником. Оторванные куски рук, разбросанные в разных концах гостиной. Пол залит тягучей красной жижей с кусочками пластика, костей и железа. А в эпицентре всего этого хаоса, на кожаном кресле, держа плачущий сверток с кровавыми отпечатками. Безмятежно сидела автоматическая мать, покрытая багровой, липкой жидкостью.